всех приветствую друзья сегодня покажу вам в небольшом обзоре автомобиль привезенный из швеции это небольшой компакт кроссовер городской lexus ux 250h проще говоря гибрид 2 литра бензин порядка 175 лошадиных сил в купе с электромотором так обычный атмосферный атмосферный мотор выдает 146 лошадиных сил машина 2020 года с оригинальным пробегом 45000 километров привезена понятно вы наверное уже по цвету поняли что для женского пола цена цена самая интересная да и всех интересующая в этом ролике сколько же стоит такой небольшой приподнятый хэшбэк небольшой компакт кроссовер типа знаете mazda cx-30 вот он стоит 2 миллиона 600 тысяч рублей опять же повторюсь с оригинальным пробегом 45000 километров 2020 год и в этом небольшом обзоре я вам сейчас по комплектации быстро покажу что вы можете приобрести на фоне такого красавца значит агрессивная передняя часть такая вот радиаторная решетка виде наверное песочных часов что туда напоминает или x-образная какая-то радиаторная решетка здесь у нас радар виде значка лет фары имеют автоматическую переключению дальнего ближнего лет противотуманные фары раз машина у нас и швеции это у нас есть даже подойду покажу автоматом омывать или фар есть зимний пакет в виде подогрева руля и передних сидений складные зеркала все такие формы интересные есть присущие даже вот этому небольшому компакт кроссоверу такая таблицовка крыльев и низа дверей пластиком что указывает да на какую-то легкую проходимость в любых ситуациях так задняя часть это у нас такой моно задний фонарь вот он идет литой он светится полностью насколько мне известно естественно есть передние задние парктроники камера заднего вида небольшой небольшой багажник ребят это по сути хэшбэк который он приподняли и большой здесь вот какой-то куаяж внутри под полом находится вот у нас на газоупорах крышка багажника и сейчас я вам покажу приблизительно что есть в интере по интерьеру по значит этому автомобилю и так черный потолок у нас такие вот замшевые приятные сиденья дальше всеми наверно узнаваемый по каким-то формам lexus руль а также его селектор и от в любую сяду даже уберите значок узнаю что это интерьер lexus а такая вот кнопка для того чтобы завести автомобиль и его остановить вот приборная доска и большая мультимедиа с механическими часами здесь ребят как и сказал уже здесь есть и подогрев руля и подогрев передних сидений машина может двигаться как на бензиновом моторе так и на отдельно на электротяге что сократит расходы на топливо сейчас давайте заглянем под капот где там мы увидим двухлитровый атмосферный мотор 4 цели до 16 клапанный значит привод грм цепь сожалению здесь такая вот подставка под капот и вот он сам двигатель lexus гибрид драйв здесь вот такая вот силовая установка по поводу трансмиссии здесь насколько мне известно ну там знаете когда обзоры смотришь для когда готовишься для того чтобы снять собственно обзор там многие говорят что здесь вариатор да с одной стороны соглашусь другой нет здесь можно назвать побольше ну наверно в большей степени это планетарная передача как бы в трансмиссии опять же повторюсь это передок это не полный привод так как бывают машины и с подключаемым насколько мне известно задним мостом так назовем до задними колесами тоже как-то они работают от электротяге но у нас только монопривод так друзья сейчас прокатимся на нем и посмотрим как же он там катится на электротяге и вкупе с бензиновым мотором может выстреливать давайте погнали проверять итак давайте сейчас продолжим наш с вами обзор прокатимся на нашем гибриде ребята все равно повторюсь это не полноценный какой-то обзор на автомобиле я просто показываю что можно пригнать там на июнь месяц 2023 года из той же швеции сколько это стоит на финише и так здесь два рычажка здесь выбор режимов езды sport normal и eco а здесь такой барашек отключения стабилизации по факту сейчас ничего не заведено машина находится на старте и можем поехать так ну в принципе все удобно сейчас себе сделал сиденье на всю приподнял поэтому посадка могу сказать что как у настоящего кроссовера так все отпускаю тормоз и ничего не происходит кроме движения автомобиля сейчас на полноценной электротяге так здесь идет вот показывает как происходит наше с вами движение от электричества или от бензина сейчас мы едем только на электротяге также здесь показывается режим как происходит рекуперация климат кстати холодным холодным дует даже при том случае что у нас отключен будет не заведен бензиновый мотор это классно когда так реализовано но и вот в опять же вот это несомненно большой плюс что как бы машины экономит топлива это значит что экономит деньги в вашем кармане так сейчас мы выйдем на дорогу общего пользования посмотрим как же он может там купе бензин электро стрелять там 0100 примерно сейчас выйдем за город можно проехаться под такой грунтовой разбитой деревенской дороге и понимать что мы не будем черкать пузом какие-то выбоины на дороге лет мне тоже кстати вот крайне сейчас интересно будем выезжать как же он все таки едет ну нормально нормально можно сказать весьма себе хорошие тормоза итак еще одно исключение друзья хотел показать вот смотрите средний расход 5 и 3 литра по это в среднем по городу пскову сейчас такие цифры кстати приятно он подрывает я вам скажу и хорошая сбитая рулежка не скажу что здесь как в rx версии rx шумоизоляция потому что это все таки классом ниже автомобиль весьма себе считаю неплохой все таки японцы корейцы сами по себе не дотягивает как мне кажется до каким-то немцев особенно приеме премиальных по поводу шумоизоляции тормоза тоже здесь вот острые мне утраются такие похожие на французско-немецкие автомобили по усилию на тормоза но отдавать сейчас никого нет пустая дорога сейчас я просто топну от 0 до 100 покажу сейчас все нажал газ пол вначале он пошел метка показалось на электричестве какую-то долю секунды потом завелся и начал купе с бензиновым мотором ехать ну дальше не будем друзья но весьма себе мудрый городской компакт кроссовер весьма себе неплохо едет и стоит вот ну такая хорошая острая рулежка и не чувствуется что автомобиль расхляпанный то есть даже его чуть-чуть помотать он такой сбитый так ну давайте еще раз сейчас я даже поставлю спорт здесь у нас все таки есть вот он наш рычажок так все даже дисплей изменился таки красный стал сейчас данный момент мы на электричестве катимся друзья их жаль что здесь нельзя вон чего сейчас бы я нажал двух педалек все господь ну как мне мне кажется что очень и очень неплохо идет набор скорости приятный рык даже вот четырехцилиндрового мотора из капота доносится а ребят на этом у меня все показал рассказал что можно на июнь месяц привести тест drive для вас с вами был дмитрий подписывайтесь на телегу на группу вконтакте все ссылки есть в описании и если будут вопросы по такому автомобилю там звоните пишите я на связи всем пока